Тесты на английский язык и профпригодность Для определения профессиональных знаний, а также для проверки знаний иностранного, в подавляющем большинстве случаев английского языка, существует ряд тестов. Самые распространенные из них это Marlins и CES. Некоторое время назад они устанавливались в виде программ на компьютер и проходились в офлайне. В течение нескольких последних лет эти два теста проходятся только в интернете. Компания или вы сами оплачиваете лицензию, это так называемый код на прохождение, заходите на сайт, вводите его, запускаете тест и проходите. Данные о ваших результатах сохраняются в системе и любой крюинг, любая компания, любое представительство компании или шип-менеджер может, зайдя в эту систему, посмотреть, что да, действительно, такой-то, такой-то, прошел этот тест, тогда-то, в таком-то городе и получил соответствующий балл. Как вы поняли, ничто не мешает вам пройти этот тест дома с помощью того человека, который знает английский лучше вас или разбирается в профессиональных вопросах лучше вас. Именно поэтому многие крюинги требуют, чтобы вы проходили этот тест непосредственно у них в офисе, на их компьютерах, чтобы исключить вероятность прохождения этого теста за вас, кем-либо еще. Также обратите внимание, что в случае, если вы сразу после прохождения теста и Марлинса, и ЦЕСа не распечатали его, то сделать вы этого уже не сможете. Сделать это сможет непосредственно тот, кто заказал для вас этот тест. То есть распечатать его сможет только представитель компании, либо представитель крюинга. Очень часто бывает, что компания не выдает вам распечатанный сертификат. Им достаточно того, что в их системе он виден, доступен и может быть распечатан в любой момент. То, что этого сертификата нет у вас на руках, это их не интересует. Сделано это для того, чтобы в случае, если вы решите уйти работать в другую компанию, у вас возникли дополнительные трудности. Чтобы для того, чтобы, скажем так, пройти этот тест еще раз, вы должны будете либо сами заплатить деньги, либо потратить время уже в других компаниях. Теперь остановимся на каждом из этих двух тестов более подробно. Марлинс. Сам по себе этот тест достаточно несложный. Основной упор там сделан именно на знание английского языка. Вопросы сгруппированы по нескольким типам. На грамматику, на восприятие речи на слух, на понимание структуры предложения. То есть требуется составить предложение из набора слов. Также отдельная часть вопросов связана именно со знанием вами устройств, механизмов, приспособлений, которые нужны вам в профессиональной деятельности. Тест этот разделяется на тесты для палубы и для машинного отделения. Вот градация внутри каждого определенного сектора уже достаточно слабая. То есть тест для engine operational level и engine management level, они в принципе очень похожи. По сложности они мало чем отличаются и деление это между ними весьма условно. В общем-то пройти марлинс-тест с результатом более 80% не составляет особого труда. И большинство моряков, которые с опытом, которые работают в смешанных экипажах, могут это сделать достаточно просто. Именно такой минимальный процент, то есть 80% требует большинству крюингов, если это, конечно, не офшорные суда. Там требования могут быть значительно выше, да и тесты там могут быть совершенно другие. Если же вы все-таки решили пройти марлинс-тест по собственному желанию, то вы сможете обратиться в один из многих крюингов, которые предоставляют такую возможность. Но здесь есть один нюанс. Даже несмотря на то, что крюинг может заверить ваш сертификат своей печатью, на самом деле в некоторых крюингах, а тем более в некоторых представительств шип-менеджеров на территории Украины, этого сертификата будет недостаточно. Вам будет нужен тест, сертификат, официально заверенный в том крюинге, который аккредитован для проведения этих тестов. Перечень этих аккредитованных крюингов и компаний вы можете посмотреть на официальном сайте Марлинс. Выберите Украину и посмотрите, в каких именно местах, в каких городах прохождение этого теста считается официальным и ни у кого не вызывается никаких сомнений. Так что, если не хотите платить дважды, то советую проходить тесты сразу в этих центрах. Соответственно, цена прохождения в них будет дороже. Большинство крюингов Украины, разумеется, не входят в список аккредитованных, так как регистрация в системе Марлинс для этих целей стоит около 4,5 тысяч долларов в год. Для многих крюингов это деньги достаточно существенные. Но, несмотря на это, многие крюинги предлагают помощь в прохождении Марлинс тестов. То есть, проходят этот тест за вас, либо же вместе с вами. Будьте готовы к тому, что ваш тест, пройденный в одном из таких помогающих крюингов, не будет нигде котироваться, даже если вы его проходили самостоятельно. Почему же пока это работает? Потому что политика большинства крюинговых компаний в Украине заключается в том, чтобы как можно быстрее найти человека на вакантную позицию и отправить его в рейс и получить с него, разумеется, вознаграждение. Поэтому ваш сертификат Марлинс нужен им лишь для галочки. Достаточно того, что он просто у вас есть. Как вы его проходили, проходили вы его сами или проходил его кто-то за вас, эти крюинги не интересуют. Теперь о ценах. Официально заказать прохождение Марлинса на сайте Марлинс стоит 12 долларов для торгового флота и 20 долларов для офшорного флота. Сейчас они обещают на пару долларов повысить свои расценки. Но предел цен, вы поняли, все, что берут свыше в крюингах, в представительствах компаний, в тех же аккредитованных центрах по прохождению Марлинс теста, это все непосредственный доход крюинга. Второй тест это ЦЭС. Он, по своей сути, очень сильно отличается от Марлинс. Во-первых, он гораздо более сложный, поэтому время прохождения его ничем не лимитируется. Такой лимит может задать конкретная компания, в которую вы устраиваетесь на работу, сказав, что этот тест вы должны пройти, к примеру, не более чем за 3 часа. Во-вторых, вопросы в нем носят исключительно профессиональный характер и очень сильно зависят от вашей должности. От типа судна, на котором вы работаете. Если вы никогда не работали на судне и не работали в этой должности, на которую вы сейчас претендуете, на которую вы проходите этот тест, то в большинстве случаев вы его не пройдете. То есть, если, например, вы какое-то время работали на многоцелевых судах, либо на балкерах небольших и устраиваетесь в контейнерную компанию, хотите начать свою карьеру на контейнерах, вам предлагают пройти этот тест, заказывают его и вы проходите, например, тест для второго помощника для работы на контейнерах. Я больше чем уверен, что вы его не пройдете. Вопросы там узкоспецифические и ответов вы на них знать просто-напросто не можете, если не работали до этого на этом типе судна. Многие не в состоянии ответить на большинство вопросов даже после перевода их на русский язык. Соответственно, сам тест на английском языке, что вносит дополнительные сложности при его прохождении. В-третьих, помощь в прохождении этих тестов очень сложно оказывать работникам крюинга, потому что для того, чтобы правильно отвечать на вопросы, они должны иметь опыт работы на этих судах. Но на самом деле это достаточно просто решается, то есть накапливается база правильных ответов и после 20 прохождений одного и того же теста есть вероятность того, что на все вопросы, которые в этом тесте существуют, уже будут готовы правильные ответы. Чтобы вы понимали сложность этого теста, достаточно сказать, что многие компании требуют, чтобы ваш балл был не ниже 70%. Многие очень хорошие с точки зрения профессионализма моряки проходили этот тест и на 67%, и на 75%, и это при неограниченном количестве времени. То есть многие его проходят в течение 6 часов, но соответственно требования некоторых компаний такого количества времени не дают. Также многие шип-менеджеры могут использовать свои собственные тесты, специально разработанные под их потребности и специфику работы на их судах. Они могут быть на любую тему, начиная от экологической безопасности и избежания столкновения судов, заканчивая расследованием инцидентов на произошедших на борту судна. Также во многих компаниях еще проходит старинный тест ДРОР, несмотря на его старость, он не потерял еще своей актуальности. Для офшорных компаний также существует огромное количество специально разработанных тестов, но поскольку перечень работ, выполняемых офшорными судами, просто огромен, то и вариантов этих тестов может быть огромное количество. Поэтому они не являются, скажем так, обязательными в общей массе, а вы их проходите, непосредственно устраиваясь в какую-то компанию. Как влияют сертификаты CS и Marlins на ваши шансы при трудоустройстве? В целом положительно, так как показывают ваши знания английского языка и знания определенных профессиональных навыков. Но определяющим они не являются. Если компании нужно подтверждение уровня вашего английского, вас все равно направят на эти тесты. Кроме того, во многих крюинговых компаниях перед трудоустройством с вами проведут устное собеседование на знания английского языка, которое, в общем-то, и покажет все ваши знания. Так что лучше направьте свои средства, свои усилия, свое время на совершенствование знания английского языка и совершенствование своих профессиональных навыков.